Приветствую вас на моем канале. В существовании схемы, которую вам сегодня покажу, или которую вы видели на заставке, вот эта схема, не верят ни профессиональные инженеры, ни радиолюбители со стажем, ни профессиональные электрики. Все дело в том, что с помощью этой схемы я одинаково хорошо могу зажигать светодиоды как от батареек, к примеру, от такой типичной батарейки крона, так и от розеток 220 вольт. При этом ничего, никаких изменений в эту схему я вносить не собираюсь. И сейчас я продемонстрирую то, что кажется просто сказкой и невероятностью. Но для начала давайте проверим эту схему, работает ли она от батарейки. Затем проверим, есть ли напряжение в этой розетке 220 вольт, и может ли такая розетка питать лампочку 220 вольт накаливания. У меня есть для этого прибор. Ну, а дальше будет просто чудо. Давайте, чтобы вам было все хорошо видно, поставим батареечку. Обычная батарейка, даже не скрывая ее марку. И, кстати говоря, не совсем свежая. И включим вилку прямо в эту батарейку. Светодиод ярко светится. Это свидетельствует о том, что схема работает от вот такой батарейки. Но что произойдет, когда я эту же вилку прямо сейчас воткну в розетку? Быть может, светодиод сгорит? Нет. Он также хорошо светится. Уберем ручки. Ну, наверное, у меня там в розетке спрятана батарейка. А, возможно, в этой батарейке спрятан повышающий преобразователь. Давайте возьмем, наверное, вот такую батарейку. Вот у меня есть еще одна батарейка. Красная на красном фоне. Шикарно смотрится. Точно! Наверное, я использовал поддельную батарейку. Ну, что если я поверну выводы и прикоснусь к батарейке вилкой? Хм, блин, светодиод от этой батарейки горит. Еще раз в розетку. Светодиод горит. Так. Ну, есть еще вот на улице я подобрал вот такую жеваную батареечку. Опять не помню, где какая полярность. И ткнемся в нее. Ну, несмотря на то, что батарейка подсевшая, светодиод светится и от нее прекрасно. Выходит, что в этой схеме существует стабилизатор тока, который вы видите, тут ничего скрытого нет, давайте вот так вот, или даже вот так вот пальчики уберу, который до сих пор не могут изобрести, выдумать и создать профессиональные инженеры. Ну, в частности, для лампочек-экономок, которые сделаны из светодиодов. Так, чтобы эти лампочки одинаково хорошо светились и от аккумулятора 12 вольт, и от розетки 220 вольт. Почему бы и нет? Неужели такое гениальное решение не пришло им до сих пор в голову? Ну, любой даже непрофессиональный электрик скажет. Ну, понятно, что схема тут простая, тут какой-нибудь резистор, здесь от батарейки светится светодиод, это мы все прекрасно видели. А вот розетку, розетку ведь можно снять, открутить шурупчики и спрятать за розетку точно такую же батарейку, и тогда все будет одинаково. Ну что, давайте-ка мы проверим, действительно ли эта розетка на 220 вольт и способна зажигать не светодиоды, а вот такие лампочки накаливания. Возьмем старый советский прибор, который предназначен для работы вертикально и может работать от сети 220 вольт и измерять напряжение. У меня есть вот такие провода хорошие, здесь у прибора есть зажимы, и я вот таким аккуратным, безопасным образом подключаюсь к ним. Далее мы переворачиваем прибор и вставляем аккуратненько щупы в розетку. Прибор показывает 230 вольт, а розетка исправна. Но, быть может, этот прибор какой-нибудь хитрый, и то напряжение, которое сейчас показывает прибор, не способно зажечь лампочку накаливания. Давайте проверим все лампочкой. Ну, лампочка очень ярко горит, прибор показывает напряжение. Да и как это могло быть, это обыкновенная кухонная розетка. Но, быть может, где-то есть секретный выключатель, и в тот момент, когда я включаю лампочку, я его там переключаю, и розетка перестает работать на 220 вольт. Что ж, сейчас 220 вольт показывает прибор, и в эту розетку мы вставляем вилочку для светодиода. Светодиод ярко и хорошо светится, даже на свету, а напряжение в розетке остается все тоже, 220 вольт. Можем, конечно, попытаться сейчас, не отходя от кассы, снова прикоснуться к батарейке. И увидеть, что светодиод, тем не менее, светится одинаково хорошо, и от 220 вольт переменного тока, и от 9 вольт постоянного тока. Я сразу говорю, что здесь постоянный ток, и поэтому вилочку мне приходится батарейки подсоединять определенным образом. Что абсолютно не критично для розетки 220 вольт. Это я могу тоже сейчас прям вам продемонстрировать. Смотрите, к батарейке я должен прикасаться вот таким вот образом. В этой полярности светодиод светится, в этой полярности светодиод не светится. А вот с розеточкой будет все куда проще. Я втыкаю в розеточку вилку так, светодиод светится, переворачиваю ее, и светодиод все равно светится. В розетке у нас переменный ток. Несмотря на то, что эта схема чертовски проста, до сих пор ее повторить не смог никто из великих блогеров, ни из гуру электроники. А на этом все. Пока. До свиданечки.